11 часть. Жить. Великий инквизитор Виталий тоже ищет сигналс Этенера, однако именицы успевают выкрасть книгу прямо у него из-под носа. И помогает Родрик, юный кузнец, которого девушка соображает от инквизиторов. Они вместе относятся с Фолиант в Шатоу Амбраш. Кажется, еще немного и Фолиант поможет Гугу вылечиться. Смотри, вот она. Кстати, вы на Икут Плей. Друзья, привет. Амиция! Соскучилась, малышка. Так ты достала. Держи, но предупреждаю, от нее попахивает поленом. Кто это? Родрик. Согнусь Этенера. Что эта книга? Она. Она про маленького мальчика, который скоро поправится. Так, я помираю от голода. Кто-нибудь еще хочет? Я. Так, столу. Думаю, мы это заслужили. И ты тоже. Уже иду. Вперед-вперед, давай. Волшебник. Таким Мерлин наш. О, снег. Три недели спустя. Декабрь 1348. Где мы, Эли? Нет, нет, нет. Да чтоб тебя. Это плохо. Эй, ты в порядке? В пустяке. Слушай, а это дверь. Вы когда-нибудь ее открывали? Ее заклинило. Это единственное место в шато, куда мы еще не заходили. И ты не хочешь посмотреть, что за ней? Гуго спит. Так, надо посмотреть, что здесь есть. Так, ниточки. Мы видим все, но никто не видит нас. Мир забыл о существовании этого замка. Это классно. Это классно. Ты живешь, но тебя не беспокоит. Надеюсь, никогда не найдется. Ну, давай посмотрим, что здесь. Назвите, Родерик ждет. Угу. Иди, закрыто. Так, давай, убивай. Давай узнаем. Уж, по крайней мере, это я умею. Ха-ха-ха. И что здесь? Прошу. Весьма решительно. И почти безболезненно. Ладно, идем. Ого. Чувствуешь? Нет. Что? Когда заходишь куда-нибудь, где долго никого не было, есть возле их что-то такое. Да? Пыль? Нет, я про камни. Ты будто влезаешь в беседу. О, здесь я это впервые, что почувствовал. Выглядит неплохо. Давай пока не будем их трогать. Очередная дверь. Идем дальше. Конечно. Посмотрим, что там такое. Опа. О, это внутри не двор. Это короткий путь. Классно. Да? Так, посмотрим. О, кстати, чуть не забыл. Я тут кое-что нашел. Пока тут убирался, взгляни-ка. Очередная сказка про камни. Паш, ты угадал. Так, ты где там? А, вон ты спустился. Веревки. Как крыса чувствует себя зимой? Ага. Фреско. Она выглядит удивительно знакомой. На ней есть символы тех самых колонн. Зама хочет что-то сказать нам. И что он тебе говорит? Я все, конечно, не понимаю, но мне кажется, что здесь с нами все будет хорошо. Амиция! Быстрее! Гуга! О, нет. Бегу. Нужна моя помощь. Я позову. Быстрее, быстрее. Да что ты... Лука здесь. Быстрее, быстрее, быстрее. Гуга, пожалуйста. Че с ним? Ему все хуже. Макула прогрессирует слишком быстро. Я вижу, Амитция, и я делаю все возможное. В смысле, я пытаюсь сделать все так, как написано в книге. Но на это нужно больше времени. Мне нужна нормальная лаборатория. Как у Лаврентия? Нет, нет. Гораздо лучше. Но, может, у мамы дома? Возможно, у нее там что-то было? Ты права. Стоит попробовать. Амиция? Лука? Похоже, твои близнецы вернулись. Мелли! Ты нашла его. Скорее мертвого, чем живого. Ну да. Амитция, мы пришли, потому что... Да, после нашего маленького приключения с твоими дружками, которые обожают сжечь эритиков инквизитора, поймали меня и посадили в клетку. Однажды я увидел, как стражник ведет одну пленницу. Она выглядела просто ужасно. Эти ублюдки требовали, что Анна сказала им. Где ее сын? Угрожали ей. Я слышал ее имя. Беатрис Дарун. Мама жива? Она жива. Слушай, ты же не могла вытащить Артура? Поверь мне, это было непросто. Значит, ты и маму... Забудь об этом. Для меня просто дела никому не было. А она вот. Она слишком важна для великого инквизитора. Он ее постоянно допрашивает. Они пытают ее. Гуго не должен об этом знать. Да, о том, что она жива. Это так, что мы скажем, если захочет ее увидеть. Не говори ему ничего, хорошо? О нет! Гуго! Гуго! Это следующий порог. Мы должны пойти в дом. Сейчас же. Сходите, мы побудем с ним. Все будет хорошо, милый братик. Клянусь, теперь мы тебя вылечим. Ладно. Возьму сигнос энтеры и парочку зелий, и можно отправляться. Ай-яй-яй.